Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот все, у кого есть сад-огород, уже заняты приятными хлопотами по подготовке к посевам. Все мы готовимся. Но что делать тем, у кого нет огорода, но кому тоже хочется повозиться с землей, вырастить свой урожай? Выход есть. Можно вырастить овощи на окне или балконе. Урожай в этом случае будет, конечно, не таким большим, как у нас в огородах, в открытом грунте или в теплице. Но зато это будут свои, очень вкусные, ароматные овощи. Пусть будет даже несколько штучек всего. На окне или балконе можно вырастить все, и томаты, и огурцы. Но для этого нужно выбирать специальные сорта. Вот сегодня, раз я уже начала говорить про огурцы с самого утра, я буду рассказывать, как вырастить огурец, все о выращивании огурцов, о том, какие секреты нужно знать, чтобы получить хороший урожай, тем, кто первый раз хочет заняться этим делом. Самое главное условие, это, конечно, правильный выбор сорта. Это первый шаг. Если вы ошибетесь в выборе сорта, то потом все пойдет не так, как нужно. Если при выращивании на открытом балконе в летний период количество сортов можно расширить до бесконечности, то есть там подойдут любые вот такие гибриды на балконе. Если открыто, все, вырастут хоть какие. Там будет летом солнышко, они будут плодоносить. Но, если вы хотите получить урожай на окне в зимний период или вот сейчас, в ранний весенний, то любой гибрид уже не подойдет. Необходимо выбирать именно специальные сорта для этих случаев. Лучше всего партенокарпические сорта, которые специально выведены для этих целей. Ведь только они, благодаря своей повышенной теневыносливости, дадут вам урожай в наших неблагоприятных условиях. Потому что на окне расти огурцу все-таки некомфортно. Это не его естественная среда. Вот в прошлом году я вам рассказывала вот про этот огурец зимний, что он идеально подойдет для этих целей. Он теневыносливый, все, про него я вам рассказывала. Но в этом году я приобрела другой, новый для себя партенокарпик, городской огурчик. Они оба, вот эти сорта, подойдут для выращивания на окне. Ну, видите, какие они разные. Вот эти громовитые такие, а это пальчиковые. Вот этот сорт для меня тоже новый, но я у подруги видела и захотела тоже себе такой приобрести. Это специальный сортотип, видите, сортотип балконный. И в инструкции о нем написано, что он благодаря повышенной теневыносливости приспособлен для выращивания на подоконнике. Именно сейчас, в темное время, когда еще мало света, можно вот такой пальчиковый огурец прекрасный начать выращивать. Вот на обратной стороне у него написано «Новый тип огурца с некрупными листьями, короткими между узлеями и большим количеством завязей и зеленцов на растении. Идеально подходит для выращивания на балконах, лоджиях, верандах, а также в открытом и защищенном грунте. Благодаря повышенной теневыносливости, вот о чем я говорила, приспособлен для выстелывания на подоконнике. Партенокорпический пучковый корнишон, сорта типа балконный, женского или преимущественно женского типа цветения. Ветвление активное, вступает в плодоношение на 40-41 день от всходов. В узлах формируется в среднем по 3-9 завязей. Зеленцы бугурчатые, белошипые, длиной 9-12 см, массой 75-90 г. зеленцы долго не перерастают, длительное время остаются мелкими и тонкими. Это так называемые пальчиковые огурцы, консервные засолочные качества высокие и так далее. Я все читать не буду. Для чего я вот это все так подробно вам вычитываю? Чтобы вы поняли, что любой сорт для выращивания на окне не подходит. Пусть это будет не именно вот этот городской огурчик, но это должен быть подобный сорт-гибрид с такими же характеристиками, на котором написано, что он теневыносливый. Вот про сорт я объяснила. Ну и сам процесс выращивания на окне или на балконе тоже немного отличается от обычного. Ведь огурец будет расти в небольшой таре и важно подобрать емкость, в которой будет помещаться достаточное для огурца количество грунта. Многие ошибаются, разместив огурец в маленькую емкость и не получают того урожая, который заявлен на пачке. Вот ошибка многих, это мало вы даете питание ему. Каждому огурцу для нормальной жизни необходимо не менее 5 килограммов земли, то есть в одно ведро 10-литровое можно посадить только 2 растения. Но если у вас большое кашпо или бочка какая-то, есть такие огромные под цветы, то можно высадить 3, если есть у вас место, куда плетья не пойдут у них. Сам процесс посадки, конечно, очень простой. Вот подготовленную емкость, сделать отверстие в дне для стока лишней жидкости, заполнить плодородным грунтом и высадить туда заранее выращенную рассаду, если вы вырастили. Можно просто посеять пророщенные семена. Ну и дальнейший уход почти не отличается от обычного, когда мы выращиваем в теплице или на улице. Огурец нужно будет подвязывать обязательно, чтобы вот шпалеру, какую-то ниточку, чтобы он вверх полз, удалять лишние пасынки, поливать, подкармливать. Разница лишь в том, что комнатному огурцу в зимнее время обязательно понадобится дополнительное освещение. Без подсветки огурец зимой не выращивайте, он будет хилым, слабым, не даст хорошего урожая. Вы потом скажете, это плохой сорт, он не дает огурцов. Это все зависит от условий выращивания. Подведу итог. Вот секреты получения хорошего урожая, они очень просты. Огурцы – это правильно выбранный сорт гибрид. Достаточное количество питательного грунта и обязательная подсветка в весенне-зимний период. Ничего сложного в этом нет. Многие выращивают на окне или на балконе огурцы, получают хорошие результаты. Выбирайте специальные сорта, оборудуйте свои окна и кушайте свежие, ароматные, такие вкусные огурчики. Пусть их даже первый год у вас будет всего несколько, но вы отработаете сам принцип выращивания, на будущий год учтете все свои ошибки и получите более богатый урожай. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это специально видео для тех, у кого нет сада-огорода и кто, глядя на нас, сидит, облизывается, как мы готовимся выращивать вкусные огурчики. Выращивайте вместе с нами. До свидания.